Здравствуйте! Сегодня я ничего печатать не буду, а предлагаю посмотреть видео моего компаньона Ивана. Я конечно в большом восторге, какие четкие штрихи и вообще микро детали можно пропечатать на фотополимерном 3d принтере, который кстати мы тоже будем разыгрывать. Ну что тут тянуть, давайте смотреть эту красоту. Да кстати вопросы и пожелания оставляйте Ивану, ссылка под видео. Приветствую, меня зовут Иван и это канал Polar Day. Этот ролик снят совместно с каналом Browser и выходит на обоих наших каналах. Хочу вам показать качество фотополимерной печати на примере отпечатков с обновленного принтера Longer Orange 30. В конце разберем в чем заключается обновление. А пока хочу напомнить о розыгрыше принтера, который мы проводим. Информация о нем находится в описании. И немного о том, что вам понадобится помимо самого принтера и смолы. Прежде всего нам нужна поверхность, которую мы готовы хорошенько заляпать, которая будет липкая, которая будет грязная, которую нужно будет постоянно протирать. Нам понадобятся фильтры, которые идут в комплекте. Ну, по крайней мере, парочка вот таких фильтров была в комплекте с принтером. Перчатки. Нитриловые. Много. Говорят, что латексные не подойдут. Нужны именно нитриловые. Бумажные полотенца. Много. Очень много бумажных полотенцев. Это вообще расход, наверное, номер один. Спирт. Много спирта. Нужны будут кусачки, которых в комплекте нет. Вот такие вот именно с плоской поверхностью оказались достаточно удобными. Пинцет. Шпателек для перемешивания смолы в ванной. Металлический шпатель тоже идет в комплекте с принтером. Источник ультрафиолета. В моем случае это старая засвечивалка для ногтей. Отобрал у жены. Сейчас она пользуется светодиодной. Это используют люминесцентные лампы. Ну и, собственно, время. Процедура печати сама по себе не быстрая. Отмывка, засветка тоже занимает какое-то время. Первыми на печать, конечно, отправились тестовые модельки, которые были уже нарезаны на карте памяти. После заливки смолы отправляю на печать сначала модель вампира. Не успела его допечатать. Забегает жена. Ух ты, какой упыр! Хватает его, убегает и раскрашивает. Я его даже толком заснять не успел, только сфотографировать. И вот у нас раскрашенный упыр. На самом деле, разглядывая эту модельку, я просто готов был пищать как маленькая японская девочка. Настолько круто все получилось. Следующим на печать отправилась тестовая моделька нарезанная. Вот такой вот столбик из черепов. Его я даже сфотографировать не успел. Жена схватила и тут же раскрасила. воодушевленный успехом. Спрашиваю у жены, что хочешь еще, чтобы я распечатал? Говорит, хочу маленький домик. Насколько домик маленький? Ну вот. Двухрублевая монетка для масштаба. Ну, думаю, раз у меня все получается, значит надо распечатать что-то свое. Нормандию сравнить, так сказать, фотополимерную печать и FDM печать. Гномик фотополимерный и гномик FDM. Титаник и Нормандию из игры Mass Effect. Если Нормандия еще худо-бедно получилась, то вот Титаник остался висеть мутной каплей на дне ванны. Ну, думаю, ладно. Раз у меня вместе не получается, попробую напечатать их по отдельности. Вот так выглядел мой следующий Титаник. А вот так Нормандия. Но ничего, я парень упорный. Раз у меня ничего не получается, значит я что-то делаю не так. Начинаю печатать вот такие тестовые кубики, подбирая время засветки смолы. Вот у меня их сейчас в руке 4 штуки. На самом деле их было гораздо больше. Я получаю наиболее приемлемый для себя результат при времени засветки около 7 секунд. В этот раз уже гораздо лучше. Двигатели Нормандии на месте. Усики не захотели пропечатываться. Уж очень маленькие. А вот Титанику слегка покоробило морду. Тут я узнал, что смола во время печати имеет усадку. Ну, думаю, ладно. Отрываю этот поддержек. Добавим поддержек. И даже пропечатались грибные винты. Следующей попыткой был вот этот танк. На самом деле дуло у него было тоже, и он даже отлично получился. Сейчас покажу на фотографии. Но один мой коллега, пока крутил в руках его, нечаянно уронил. И дуло отломилось. Думаю, не беда. Распечатаю еще один. Правда, в этот момент ванна была залита светло-коричневая смола. И распечатал еще один танк. Тут для меня стало открытием. Деталь нужно промывать лучше. Спирт должен быть для финальной промывки всегда чистенький. Ну, ладно, с декоративкой поигрался. Мне все нравится. А что с техничкой? И попробовал распечатать себе обдув на этот пейнтер. Ранее у меня был установлен вот такой вот напечатанный из ЭБС обдувчик. А теперь стоит вот такой вот гладенький фотополимерный. Температуру держит. Не плывет. Не коробится. Пробовал печатать и ПЛА, соответственно, со включенным обдувом. И ЭБСом с выключенным обдувом. Пока все на месте не покоробилось, не поплыло, не завоняло и не рассыпалось. Одной из последних напечатанных мою деталью стала замена вот этого вентилятора. Он тоже был раньше напечатан из ЭБС пластика и стоял на шпинделе моего самодельного ЧПУ фрезера. У него есть небольшое биение, поэтому была предпринята попытка напечатать его на фотополимерном принтере, так как усадка, я так полагаю, смола должна быть равномерной. А за счет того, что печать идет через ЖК-экран, геометрия должна быть выдержана достаточно хорошо. Ну и опять же, смола изначально жидкая, плотность у нее равномерная. В итоге вот что у меня получилось. А вот и он. Держит 12000 оборотов. А теперь я хочу рассказать об изменениях, которые были внесены в этот принтер. Внешне он совсем не изменился, технические характеристики его остались прежними. Поэтому обзоры других людей, которые снимали на него ранее, остались все еще актуальными. Советую ознакомиться и с ними. Наиболее интересным и полным обзором, я считаю, обзор с канала Ирбиса. Этот парень со знанием дела рассказывал про этот принтер. Первое сильное отличие бросается в глаза, если снять колпак принтера. Здесь нас встречает полностью измененная ванночка. Теперь она сделана не из металла, а из пластика. И у нее абсолютно по-другому находятся винты. То есть откручивать теперь эту ванночку гораздо удобнее. Ранее в обзорах народ жаловался на то, что из ванночки очень неудобно сливать смолу. И то, что смола постоянно приливается через бортики. В этой версии ванночки это дело пофиксили. Здесь у нас имеется жалобок, который, по идее, предназначен для предотвращения стекания смолы по краю ванны. На самом деле, немножко это все еще происходит, но уже не так критично. То есть не вся ванна остается измазанной смолой после слива. Также в одном из обзоров я слышал жалобу на то, что нет градуировки, какой объем залит ванночку. Теперь на ванночке нанесена градуировка объема. Следующим сильно бросающимся в глаза изменением является отсутствие здесь муфты. Именно из-за этого узла я уже ролик перезаписываю в который раз. Почему? Потому что я был твердо уверен, что конструктив внутри принтера сильно не изменился и ребята оставили мотор. И отсутствие муфты говорит о том, что мы поставили мотор с интегрированным винтом. Но на самом деле при вскрытии принтера мы увидим, что я ошибался. Дальше по конструктиву здесь все остается то же самое. Здесь ровно тот же самый столик, что и в других обзорах. Точно так же он отвинчивается, фиксируясь одним барашком. Простая регулировка для калибровки принтера. Откручиваем винты, прижимаем столик, затягиваем винты. Все довольно легко и просто. Здесь нас встречает ровно тот же самый экран с разрешением 2560 на 440 и размерами 120 на 68 мм. Высота печати по оси Z тоже не изменилась, 170 мм. Давайте разберем его и посмотрим, что изменилось внутри. Отключаем шлейф экрана. Кстати, так как это мой первый 3D принтер такого формата, фотополимерник, для меня было удивление, что оказывается экрана у них это расходный материал. Они имеют свой срок жизни и их периодически приходится менять. Ну что, момент истины. Сейчас мы узнаем, что у него изменилось внутри. Вот оно, первое изменение, которое мне прямо сильно бросилось в глаза. Мотор, получается, они сместили вниз, ходовой винт отлинили и муфту перенесли внутрь корпуса. Конечно, избавиться от муфты было бы вообще идеальным решением, но это требовало бы подбора высококачественных комплектующих, чтобы не было ни биений, ничего. Муфта все-таки позволяет прощать некоторую несоосность. Она для того и создана такой пружинкой. С разрешения автора статьи Andy Beek я сейчас буду приводить фотографии для сравнения, что у нас изменилось в подвале. А в подвале у нас просто все не так, все не то. На месте остался, наверное, только вентилятор и сам таческий экранчик. У нас теперь стоит своя родная материнская плата. Также в компании LONG решили отказаться от решения с одноплатным компьютером Orange P. Теперь здесь стоит полноценная материнская плата со всей полностью распаянной логикой. И, к сожалению, здесь распаян драйвер A4988. Надежный, хороший, но шумноватый. Шумный вентилятор. Из деталей, которая также осталась без изменений, светодиодная матрица с параллельной со светкой. Это, конечно, не истинный параллет, который так все любят, тот, который все хотят, но за цену, которую стоит этот принтер, это весьма и весьма неплохое решение. Получается здесь матрица вот таких вот светодиодиков, накрытых колпачками и линзами. И вот скидал я принтер назад. Дальше что мы здесь имеем? Включаем. Менюшка. Так как у нас изменилась материнская плата, теперь у нас аж целых две прошивки стоят в нем. Опять же фотографию того, как было, приведу в пример. На этом с техническими характеристиками принтера все. Мы посмотрели на его внутрянку, посмотрели на изменения, которые с ним произошли. Причем я должен сказать, что изменение ванны это прямо шикарное изменение. Это очень удобная ванночка. Хотя, кстати, не без косяков. С одной и с другой стороны ванночки есть две точки с облоем. Вроде вот мелкий косяк, а неприятно. Тут навстречают еще изменения по комплектации. Прежде всего, теперь нет запасной фип-пленочки. Она только одна, установленная на ванну. И колоду карт заменили вот такими вот визитками. Визитки бумажные, размокают и раскисают в смоле. Такое себе решение. Лучше бы, наверное, были пластиковые карты. В моем случае я заменил ее на скипас от горнолыжки. Пластиковый, жесткий, с хорошо обработанными краями. Отличное заменение карточек для перемешивания смолы в ванночке. Ну что ж, примерно после месяца, проведенного с этим принтером, я могу сделать некоторые выводы. Я действительно счастлив, что у меня появилась возможность попробовать технологии фотополимерной печати. Принтер себя показал просто отлично. За время всех отпечатков, что я сделал, всех тестов, именно со стороны железа и программного обеспечения самого принтера глюков никаких не было. Машинка надежная. Изменения, которые были сделаны в этом принтере, характеристики его однозначно не ухудшили. Качество использования, можно сказать, даже сильно улучшилось. Ванночка, это очень, очень хорошо, что все-таки обратили внимание и переделали эту ванночку. Вы же, выбирая свой принтер, должны четко осознавать, нужен ли вам фотополимерный принтер. Несмотря на то, что машинка маленькая, и выдаёт действительно потрясающее качество печати, которое, ну, никак не достичь на FDM принтерах. Она все-таки занимается вокруг себя достаточно много места. Ей нужно много дополнительного оборудования, без которого принтер не является полноценной самостоятельной машиной. в отличие от FDM принтера. Если вы все еще выбираете себе принтер, я настоятельно советую рассмотреть как вариант покупки Orange 30. Это машинка, выдающая действительно достойное качество, при том, что остается одним из самых недорогих принтеров с 2К-матрицей среди всего, что есть на данный момент на рынке. А теперь я благодарю вас за просмотр. Приглашаю подписаться, оставить комментарии под видео. И если вам понравилось видео, поставить оценку. Спасибо за просмотр!